Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите и следите за всеми событиями. Известный украинский политолог Владимир Фисенко на связи. Владимир Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Владимир Вячеславович, ну, знаете, действительно, события бьют ключом. И начать я хотел бы как раз-таки с ситуации вокруг главкома залуженного. Очень интересная диспозиция вырисовывается. Ну, во-первых, Вашингтон-Пост публикуется с ссылкой на свои источники, что в понедельник была некая публичная встреча, где, собственно, залуженный настаивал, что ему нужно 500 тысяч мобилизовать. Зеленский как бы против, говорит, что украинцы не хотят воевать. Ну, якобы, да, издание так пишет. Украинцы уже устали от войны, и 500 тысяч это слишком много. Партнеры там задерживают помощь. Может быть, нужно поменять главкома, чтобы как-то встряхнуть ситуацию, оживить ее, собственно. Ну, и отсюда пошла вот эта история, что увольняют залуженного. Да нет, пошла она не давать уже хронологию соблюдать. Все эти публикации, ну, вот и Вашингтон-Пост, и кто только не написал сегодня об этой истории с залуженным. Ну, это же сегодня напечатали. Публикации готовили, ну, сами тексты готовили вчера. История произошла позавчера. И позавчера сообщали о возможном увольнении залуженного. Ну, некоторые как о состоявшемся факте. Я сейчас поясню, почему. Сообщали разные телеграм-каналы. Ну, и чуть позже некоторые СМИ. Там «Украинская правда», «Зеркало недели». Вначале сообщали украинские источники. Западные источники — это только сегодня. И я думаю, вдогонку, а также уже с определенными инсайдами, интерпретацией, с информацией от различных источников. Поэтому началось это, естественно, не с публикации Вашингтон-Поста, а началось это, ну, видимо, само событие, попытка уговорить залужного перейти на другую должность. На какую? Версия разная, в том числе и в западных СМИ. Это, видимо, состоялось позавчера. То есть, получается, в понедельник, мы не знаем точно во сколько, да, но вот как бы, да, было само событие. Видимо, как только стало известно, что вот хотят залужному предложить некую другую должность, сразу же была запущена информационная волна. По разным данным запустили ее как раз сторонники залужного. И они оказались готовыми как раз к информационным действиям в этой ситуации. И они использовали эту информационную волну. Они запустили информацию о том, что якобы уже есть указ президента об увольнении залужного. Потом эта информация не подтвердилась, была опровергнута. Но информация была запущена. И эта информация способствовала быстрой информационной мобилизации сторонников залужного, противников Зеленского. И так или иначе, но она сыграла в пользу залужного. То есть, в информационном плане, как бы, это была такая своеобразная информационная контратака со стороны лагеря залужного. И это помогло ему удержаться на его должности. К тому же, судя уже по сообщениям западных СМИ, два потенциальных кандидата на эту должность, называют Буданова и Сырского, они отказались. Это тоже выглядит правдоподобно. Я так предполагаю, что, я писал, кстати, что вся эта история мне очень напоминает историю с увольнением Резникова. И вот этот процесс увольнения Резникова, он растянулся с января по сентябрь. В том числе и потому, что не было готовых кандидатов. Кандидатов, которые бы и банковые устраивали, и соответствовали уровню должности. Слушайте, такая большая страна, такая большая армия. Нет, делаешь не в большой стране. Слушайте, страна всегда большая, а это не только у нас. А всегда есть дефицит нужных кадров. Нужен же не просто любой человек на должность. А, во-первых, человек, который соответствует уровню должности. Человек, который устраивает банку, готов быть членом команды, которому доверяют, с которым готовы вместе работать. Ну и, наконец, человек должен согласиться на эту должность. И вот как в случае с Резниковым, ну с должностью министра обороны, далеко не все соглашались, ну по разным причинам. Так и, судя по всему, многие из тех, кому предлагают должность командующего вооружёнными силами, ну они объективно оценивают ситуацию, что став сменщиками заложного в нынешней достаточно конфликтной ситуации и, самое главное, проблемной ситуации на фронте. Они, во-первых, будут под огнём критики, и противники Зеленского и сторонники заложного будут их критиковать, ну просто по факту. Вот что они там против заложного и поменяли заложного. Ну а поскольку ситуация на фронте вряд ли улучшится в ближайшие месяцы с высокой вероятностью, то, конечно, можно будет критиком Зеленского и критиком увольнения заложного повесить всех собак, обвинить в ухудшении военной ситуации, ну нового командующего вооружёнными силами. Что на самом деле будет не так, конечно. И сейчас как бы проблема не в фамилии командующего вооружёнными силами. Но, тем не менее, как бы этот фактор тоже будет влиять. Поэтому вот два кандидата вроде бы отказались, но будут искать кандидата, который согласится. И если этот вопрос будет решён, я убеждён, я об этом уже написал, что, видимо, нынешний характер отношений между Зеленским и заложным таков, и дело не только в проблеме мобилизации, что придётся рано или поздно решать проблему заложного либо увольнение, либо перевод на другую должность. Но для этого надо найти оптимальное время, оптимальные обстоятельства, ну и самое главное — найти сменщика, найти человека, который и будет восприниматься офисом президента как член команды, как человек, который будет работать командно, не на себя, а в рамках командной, скажем так, работы. А при этом будет достаточно эффективным. Если говорить о самой ситуации, вот тоже часто спрашивают, а почему? Я не вижу непосредственного повода. Может, он есть, но мы просто его не знаем. Так тоже может быть. Положили информацию на стол президента с распечатками каких-то разговоров или каких-то ситуаций. И это могло стать триггером, толчком для соответствующего решения. Потому что, в принципе, ну, на мой взгляд, с политтехнологической даже точки зрения не стоило спешить сейчас с таким решением. Я говорю немножко цинично, уж извините, в данном случае как бы соблюдая нейтралитет, но чтобы объяснить саму суть ситуации. Если уж увольнять заложного, то лучше тогда, когда это будет восприниматься более спокойно и не так остро, как сейчас. А сейчас, ну, так или иначе, я думаю, что больше будет негативов, чем каких-то выигрышей с точки зрения увольнения заложного. Но почему все-таки другого выхода, видимо, не будет для Зеленского? Разные источники говорят, что Зеленский, ну, по понятным причинам, очень недоволен военной ситуацией, ситуацией на фронте. И не в меньшей степени он недоволен тем, что заложный, ну, по словам этих источников, не предлагает решений. Не предлагает решений, которые могут изменить эту ситуацию к лучшему. Ну, их трудно предлагать, потому что проблемы с ресурсами и с недостатком бойцов на фронте, почему и тема мобилизации поднимается, и не хватает оружия, боеприпасов. Поэтому есть объективные проблемы. Но Зеленский, как бы, недоволен тем, что заложный ему не предлагает различных вариантов действий в нынешней ситуации. А к этому добавляется еще и реакция, причем, видимо, очень острая, как раздражение, и на активность самого заложного в социальных сетях. Активность вроде бы, ну, такая, умеренная. Интервью он не дает, но в социальных сетях он присутствует. В том числе был его пост 29-го числа. И на фоне проблем на фронте, ну, я так предполагаю, вовсе президенты очень раздраженно реагируют. Мол, тут проблемы, войной надо заниматься, а ты посты пишешь в Фейсбуке. Это я так немножко утрирую, но просто как иллюстрация, как реагирует на ситуацию. Еще сильнее, еще острее реагируют на то, что сторонники заложного, я уж не говорю о противниках Зеленского, но сторонники заложного все активнее продвигают тему его будущего президентства. Ну, и по понятным причинам это вызывает не просто недовольство, а сильнейшее раздражение у офисе президента, в том числе, наверное, и у самого Зеленского. Так что вот все это вместе как бы предпосылки, предпосылки и для поиска решений о том, чтобы как-то решить проблему заложного, либо перевести его на какую-то должность, так, чтобы он, скажем так, меньше о себе напоминал и не был потенциальным политическим риском. Ну, и самое главное, уменьшить потенциальные риски политические, потому что уволить заложного можно в любой момент, это не проблема. Президент имеет все полномочия для увольнения командующих вооруженных сил, как и любого другого генерала. Но надо же сделать это так, чтобы было меньше негативных политических последствий. А сейчас они очевидны, потому что, и они, как очевидно, были в конце прошлого года, если увольнять его сейчас, то, конечно же, заложный пойдет в политику, у него просто другого выхода не будет. Почему он сам не уволится? Владимир Вячеславович. Ну, вот смотрите, ситуация достаточно острая. Острая. И сейчас многие, как бы, придерживаются такого мнения, ну, вот сейчас не уволили, ну, там, спустя какое-то время уволят. Ну, и там привязывают, там, то законопроект о мобилизации, то какие-то, там, может быть, события на фронте. Не, не, я думаю, не законопроект о мобилизации будет здесь влиять. Другие факторы. Ну, вот почему после вот такого бума, такой информационной бомбы, Зеленский, ну, как бы, Зеленский не увольняет заложного, а заложный возьмет и сам уходит. Почему этот сценарий не работает? Ну, Зеленский или офис президента, они и хотели бы уволить заложного, но так, чтобы он сам ушел. А еще лучше не просто уволить, а чтобы перешел на какую-то политически нейтральную должность, на которой о заложном через некоторое время забудут. Зачем сейчас ему эта должность? Вот сейчас, заложному? Нет, нет, подождите. Речь идет, нет, я же говорю, я не вижу прямого повода, почему делать это сейчас. Может, он есть, просто мы о нем не знаем. Да, я говорю, вот я назвал причины, почему у Зеленского вынуждены будут решать проблему заложного, потому что при нынешних их отношениях, при недовольстве заложном, раздражении в адрес заложного, недоверии, которые существуют к нему, у самого Зеленского и Офиса Президента другого выхода нет, как решать проблему. Они были рады давно же поставить вместо заложного кого-то другого, кому они больше доверяют и с кем им будет комфортнее, лепче работать, на кого они возлагают надежды. На самом деле, я вам скажу, по опыту истории, в частности, Второй мировой войны, это типичная достаточно проблема. Определенные противоречия между политическим руководителем, государственным руководителем и военным руководителем. Такие проблемы были и у Черчилля с его военачальниками, у американских президентов, особенно когда Трумэн уже появился, там история его отношений с МакАртуром и вообще отношений МакАртура, который был очень амбициозным. Это много чего интересного там было. Я уже не говорю там, как это было и у Сталина, и у Гитлера тоже были свои непростые отношения. Как правило, чаще всего меняют амбициозных военных начальников, их убирают, отстраняют с высоких должностей, либо переводят на другие должности. Это типичный сценарий, это не только вот случай Зеленского. Но у Зеленского понимают, что просто уволить его, это создать массу политических рисков. Вот вы говорите, почему сам Залужный не увольняется. А зачем? Во-первых, смотрите, он как человек военный не хочет уходить из армии в условиях войны. Вот я об этом слышал, мне Анна Маляр в свое время, когда еще была замминистра обороны, рассказывала, что военные мыслят по-другому, у них другая психология. В условиях войны, для них вообще служба в армии это смысл жизни. Погоны – это часть жизни для них. Это не просто какой-то аксессуар красивый на форме. Нет, это смысл жизни. И вот просто для сравнения, Буданову предлагали в прошлом году стать министром обороны. Он отказался, потому что надо было уйти из армии. Он не готов, не хочет. Кстати, думаю, что и сейчас я верю в то, что ему могли предлагать должность Залужного, а он отказался, потому что он понимает, это не его работа. Он профессиональный разведчик, он профессиональный диверсант. А здесь надо заниматься командованием, большими группировками войск, стратегическим планированием. Это не то, чем он привык и что он умеет делать. Поэтому тут тоже надо учитывать специфику, в том числе образа мышления, восприятия сути ситуации и просто мировоззрения этих людей. Но Залужный также прекрасно понимает, что он сейчас очень авторитетная фигура не только в армии, но и в обществе. Очень популярная фигура. И просто так его уволить невозможно. Поэтому он не отказался. В другой бы ситуации, до войны, если бы вызвал президента Залужного и сказал, так и так, все, я принял решение, переводим тебя на какую-то другую должность. Залужный сказал бы, есть пан и президента, я выполняю ваш приказ. А чем он в Сырске отказался, как вам кажется? Я поясню, и тут дело не только в Сырском. Вот я написал в Фейсбуке, когда реагировал на эту ситуацию, что, скорее всего, вопрос о замене Залужного будет решен, как и в случае с Резниковым, тогда, когда найдут замену. Подходящую замену и человеку, который согласится занять эту должность. Почему Сырский отказался? Я думаю, что, прежде всего, профессионально он готов к этой должности. Я, кстати, напомню просто, это автор самых успешных военных операций украинской армии в ходе нынешней войны. Именно Сырский. Оборона Киева и операции в Харьковской области. Талантливый очень генерал, но на него поставили уже клеймо, в том числе и сторонники Залужного, что он человек Зеленского, что он якобы украинский Жуков, чуть ли не мясник. Я думаю, это сильное преувеличение. Напомню, Харьковская операция самое бескровное наступление в ходе нынешней войны с обеих сторон. Самое бескровное и самое успешное. Но поставили клеймо он мясник. Я не знаю, я не могу это не подтвердить, не опровергнуть, но думаю, что здесь есть элемент преувеличения и его заклеймили. Поэтому Сырский, как я думаю многие другие потенциальные кандидаты, они опасаются. Вот займут они эту должность и они станут объектом критики. Во-первых, со стороны фанатов Залужного их будут негативно воспринимать и в армии тоже не все положительно воспримут. Я не ожидаю никаких бунтов, никаких там демаршей, но понятно, что... Бросят фронт, пойдут на Киев. Помните, писали в понедельник вечером? Писать можно все, что угодно. Я помню, писали в 2014-2015 году каждый месяц про Третий Майдан, когда Брабаты повернут, свергнут Порошенко. Никто не повернул, никто не свергнул. Хотя поводов вроде бы было более чем достаточно. А сейчас любая попытка чего-то подобного это самоубийство, это катастрофа для страны, для вооруженных сил, для всех. Поэтому нет. И потом я могу вам сказать то, что я слышал от военных, в том числе даже тех, кто симпатизирует Залужному, в армии давно есть разделение. Часть военного командования давно ориентируется не на Залужного, а на президента. и действует, скажем так, выполняя указания президента и так далее. То есть там как бы уже есть параллельный, скажем так, формат командования, минуя Залужного. Ну это вот я просто передаю то, что я слышал. Но недовольные будут, несомненно. И это недовольство, критика, в том числе публичная критика, дискредитация, она будет. И вот тут есть еще одна потенциальная опасность. То, чего, я думаю, и Сырский, и любые другие потенциальные кандидаты опасаются. Вот представим себе. Меняют сейчас Залужного на кого-то другого. И новый командующий вооруженных сил, он, конечно, не сможет изменить военную ситуацию к лучшему. Точно так же, как и Залужный ее не может изменить. Но появится новый командующий, военная ситуация лучше не станет, а риски ее ухудшения могут быть. И кого будут обвинять? Зеленского. Будут обвинять командующего и Зеленского тоже, да, да, да. То есть, в этом плане, конечно же, каждый потенциальный кандидат на должность командующего вооруженными силами, он для себя примеряет перспективу. Насколько, ну, скажем так, во-первых, он сможет удержать военную ситуацию. Это непросто. Тем более, ну, так или иначе, и Цирский этим занимается сейчас, он в любом случае будет заниматься этим вопросом, но главное, они не хотят быть объектом резкой и несправедливой критики в свой адрес. Вот это, я думаю, главный фактор, который сдерживает. Да, Владимир Вячеславович, вы так отмахнулись от причины мобилизации, но смотрите, все же как бы... Я не отмахнулся, почему? Подождите, я просто сказал, что тема мобилизации не имеет прямого явного отношения к дискуссии или, скажем так, к теме увольнения или отставки заложного. А я вам контраргумент, что имеет. Тут появляется в документах, что представлять закон о мобилизации, вот этот, который, ну, мы сейчас тоже обсудим, будет у меров и заложный, как содокладчик. А тут нет ничего нового. Не, не, я просто сейчас пытаюсь спрогнозировать ситуацию с точки зрения политических претензий и амбиций заложного. Получается, что вот парламент, депутаты, закрытое заседание, открытых нет, выходит у меров и говорит, ну, защищает условно закон, да, который законопроект, который сейчас все обсуждают и все видят. А выходит заложный, как содокладчик и говорит, что это все ерунда и армии вот это, это и это не нужно. Может быть, такой сценарий? Нет, это абсолютно не соответствует действительности. Абсолютно не соответствует действительности. Более того, я напомню, просто давайте опровергать эту версию, потому что она абсолютно искусственна и не то, что далека от действительности, а прямо не соответствует реальности. Так вот, я напомню, это легко подтвердить и проверить. Инициатором массовой мобилизации являются именно вооруженные силы и лично командующий вооруженными силами Валерий Залужный. Напомню вам известный факт, публичный факт. Единственная пресс-конференция Залужного была в декабре прошлого года. Главная тема этой пресс-конференции необходимость мобилизации. По старому? Ключевые... А? По старому? По какому по старому? По какому? Залужный говорит, мобилизация по старому. Кто вам сказал по старому? Уволили профессионалов. Это прямо я слово Залужного. Это другое. Ну вот слушайте, я смотрел эту пресс-конференцию. Легко проверить. Это был ответ по старому это с военкомами. И, кстати, это потом раскритиковали, потому что на самом деле все, кто знает эту проблему, все прекрасно знают. Мобилизация провалилась еще при старых военкомах. При старых военкомах провалилась. План по мобилизации не выполнялся с весны 2022 года. А плюс еще проблема коррупции. Поэтому Залужный сказал про старых военкомов, что это, мол, увольнение было ошибкой, в ответ на вопрос журналистки, а не как тезис. инициатива выдвижения законопроекта принадлежит вооруженным силам. Вооруженным силам. И, как говорят многие источники, которым я абсолютно доверяю, это соответствует логике событий. И пресс-конференция Залужного это подтверждает, потому что он выступал как защитник законопроекта. Он обосновывал необходимость законопроекта о мобилизации на этой пресс-конференции. И ключевые идеи законопроекта, в том числе четкий срок мобилизации на 36 месяцев и то, что необходимо законодательно обеспечить мобилизацию. Залужный об этом говорил. И в том числе и симпатики Залужного, это я могу опираться на парламентские источники, ну точно могу сказать, инициатива законопроекта исходит от военных. Но субъектом законодательной инициативы могут быть либо народные депутаты, либо президент, либо Кабмин. занимался оформлением законопроекта вместе с военными Минобороны. А раз Миноборона, значит субъектом законодательной инициативы стал Кабмин. Первый законопроект, который подавался, ну мы его уже обсуждали, был сырой, в том числе потому, что слепили из предложений военных, из, ну скажем так, быстрой и не очень качественной работы над идеями, которые были. Ну и в итоге все закончилось неудачи. Сейчас уже его подрихтовали, сбалансировали, ну то есть законопроект выглядит более умеренным, более качественным. Посмотрим теперь, как депутаты его воспримут, потому что все-таки надо, чтобы было большинство. Так вот теперь, что касается законопроекта, тоже напомню, это легко проверить. Как только тот еще старый законопроект был представлен, профильный парламентский комитет, представляли его там совместно умеров Залужной Шептала, начальник генштаба, совместно представляли. Это лишний раз тоже подтверждает, это была совместная инициатива. Более того, разные источники говорят, что Залужный настаивал уже тогда, чтобы не дорабатывать, а продвигать законопроект, а дорабатывать уже потом, во втором части, не терять времени. И Залужный настаивал, это депутатские источники могут подтвердить, он настаивал на срочности принятия этого законопроекта, потому что это главная потребность сейчас для военных, принятие этого законопроекта. Так что в этом плане вот эта версия, что якобы Залужный ничего не хотел менять, а законопроект идет от президента, нет. Проблема была в другом. Никто не хотел на себя брать ответственности за непопулярные решения. Залужный, когда выступал на пресс-конференции, он говорил, нужна мобилизация, нужен законопроект о мобилизации, а как вы это будете проводить? Это, мол, не мое дело. Вот как он говорил. Это было неправильно, потому что мобилизационные структуры, те самые ТЦК, по-старому военкоматы, это структура вооруженных сил. Они этим занимаются, поэтому абстрагироваться от этого армии не получится, тут надо брать на себя ответственность. Но и политики, которые начали тоже съезжать с темы, тоже поступили неправильно, потому что это ответственность и президента, и офиса президента, и народных депутатов, это должна быть совместная ответственность. Поэтому в итоге, да, и тогда представляли вместе Минобороны и командующие вооруженными силами, и планировалось, что они будут выступать вместе и в зале Верховной Рады, ну, при пленарном заседании, и сейчас так будет, то есть ничего нового, как это было на сегодняшний вариант и сейчас. Вы считаете, недоувольнение заложного никаким образом не сыграет? Нет, нет, смотрите, косвенно, как дополнительный фактор, но не критический, не саморешающий, дискуссии, разные подходы по теме мобилизации, да, это, ну, скажем так, тоже играло свою роль, но я не вижу прямой связи. Дискуссия по поводу мобилизации, вот эти вот цифры 500 тысяч в частности, дискуссия началась еще в конце прошлого года, потому что Зеленский озвучил эту цифру на своей пресс-конференции, заложной, на своей пресс-конференции сказал, что не надо называть конкретные цифры, но так или иначе, как бы, тема обсуждалась, формат мобилизации, можем мы призвать одновременно 500 тысяч или не можем, и, скорее всего, не можем, реально, исходя из финансовых организационных возможностей, но, видимо, такой запрос от военных был, да, то есть дискуссия была, но она возникла еще, я говорю, с конца прошлого года, а вот что сейчас повлияло, что-то, возможно, был какой-то импульс, который мы просто не знаем, но то, что большую роль, гораздо большую роль играло, вот то, о чем я сказал, одновременно недовольство ситуации на фронте, плюс вот даже западные источники подтверждают, что Зеленский недоволен тем, что, ну, якобы, Залужный ему не дает никаких новых планах, что будет делать, в том числе и планов наступательных действий. Обратите внимание, как сегодня появилась информация, как Буданов хитро вырулил, он сказал, что, да, сейчас русские наступают, но, мол, они выдохнутся, потом будем мы наступать, ну, то есть, как бы он показал, вот у него есть представление, как надо действовать. А по поводу Залужного, ну, вот у Зеленского есть персонифицированное недовольство. Обоснованно, но не обоснованно, я сейчас оценок не даю, я говорю, я фиксирую факт. Плюс вот недовольство еще больше тем, что на фоне военных проблем есть где-то умеренная, но, тем не менее, активность Залужного в социальных сетях, что вызывает раздражение, ну, и еще больше активность симпатиков Залужного, в том числе представителей его команды по поводу темы президентства Залужного. Но это точно вызывает не просто недовольство, а сильнейшее раздражение. Вот это влияет, вот тут у меня нет никаких сомнений. А тема мобилизации, она здесь играет, ну, скажем так, дополнительную, вспомогательную, но далеко не решающую роль. По поводу законопроекта, как он изменился, потому что по большому счету, ну, мы видим, что паспорт внутренний и заграничный, как бы, через ТЦК, электронный кабинет, повестка, которая, скажем так, отправляется, и если уже есть, как бы, факт того, что она отправлена, это уже, как бы, и факт того, что она доставлена, 60 дней срока после того, как прибудет законопроект, обязанность создать этот кабинет, причем там очень интересно консульские услуги фигурируют. Вот то, что сейчас, скажем так, подано в парламент, это примут? Я не могу дать точного ответа на этот вопрос. Надо смотреть на настроение парламентария, законопроект только появился, я думаю, что в ближайшие дни, там, сегодня, может быть, уже завтра появятся отклики, мы будем немножко представлять себе настроение в разных фракциях, в том числе и в слугах народа, ну, большинство там точно поддержат, как президентская партия они должны поддержать, хотя, может быть, кто-то и попытается съехать с этой темы. Такое вот тоже бывало неоднократно, но самое главное надо найти минимальное, скажем так, число голосов. Напомню, кстати, одна ключевая идея реформы, связанная с мобилизацией, уже проголосована в другом законопроекте. А знаете, какая? Ну, реестр, может быть, самое главное. Реестр, конечно, электронный реестр, уже проголосован. Поэтому сейчас то, что подано, оно более сбалансировано. Они, ну, вот, например, вот про электронный кабинет вы вспомнили, да, там же речь идет о том, что, например, вы можете сами вносить изменения, то есть вам не нужно идти в военкомат лично, да, вы можете сами, создав этот электронный кабинет, сами внести необходимые изменения. Там есть интересные моменты, вы сами можете пойти добровольцем, но у вас тогда будет отсрочка на два месяца для решения личных вопросов и так далее. А если вас будут призывать уже, ну, тогда, тогда такой срочки не будет. Там, да, часть карательных норм ее убрали, часть таких одиозных норм убрали, в частности, по поводу того, что могли призвать человека с инвалидностью. Ну, это был нонсенс, на мой взгляд, но это убрано. Решение военкома сначала предлагалось решением военкома блокировать счета и там водительские права. Сейчас это переместили на суд. Да, но это более, с точки зрения права, это более правовой механизм. Теперь смотрите, санкции неизбежно должны быть, неизбежно, иначе закон работать не будет. Это я могу сказать, как политолог, который понимает, как работает любая институциональная система. Либо, если в институциональной системе нет санкций за нарушение закона, закон работать не будет. И примеров этому масса, особенно у нас. И во всех демократиях, где слабая институциональная система. Самый мощный инструмент действенности закона это санкции за его нарушение. И еще, чтобы она работала. Потому что мало санкций на бумаге, важно, чтобы она еще работала. Поэтому число санкций сократили, их сделали более, скажем так, юридически обоснованными, юридически корректными, но устранить санкции нет смысла, потому что смысл-то нового закона в том, чтобы мобилизация работала, а для этого санкции должны быть. Санкции за уклонение от мобилизации. Вот за это. Не за просто так, чтобы наказать человека, а если он уклоняется. Это же не санкции против всех априори. Нет. Против тех, кто уклоняется от мобилизации. Так что, ну, конечно, так или иначе, проблема же не в законопроекте, а в непопулярности самой темы мобилизации. Вот в чем главная проблема. Поэтому, какой бы вы идеальный законопроект не предлагали, он не будет идеальным, поскольку есть противники мобилизации как таково. И они есть, в том числе, и в парламенте. Там Юлия Владимировна и некоторые другие. Поэтому будут искать, вот как за электронный реестр нашли, там сколько, 240 голосов, по-моему, было. Вот и сейчас будут искать примерно столько же. Будет примерно такое число голосов, ну, значит, тогда законопроект будет вынесен и проголосован в Верховной Раде. Но сейчас, вот абстрактно, я бы не стал прогнозировать. Надо посмотреть, какая будет реакция представителей различных фракций, депутатских групп, различных неформальных группировок в парламенте. Тогда будем делать выводы. Сроки. Одни говорят, что это все будет очень быстро, другие говорят, что ой, быстро не будет, то есть там всю весну будут рассматривать этот законопроект. Нет, нет, я думаю, что вот по срокам как раз сошлюсь опять на заложного. Чем раньше, тем лучше. Эта его позиция озвучена еще в конце декабря. мобилизация необходима сейчас, а не когда-то в перспективе. Она была еще необходима вчера, на самом деле, да, с ней запоздали. Другое дело, вот по срокам уже не законопроекта, по законопроекту, ну, насколько я понимаю, будут спешить, но не форсировать. Вот так я бы оценил. То есть, в феврале уже начнется рассмотрение, должны проголосовать уже на следующей неделе, насколько я понимаю. Если все будет нормально, если будет убежденность в том, что есть голоса, все в порядке, уже на следующей неделе должны проголосовать в первом чтении. Ну, а потом, я думаю, что, ну, я не беру здесь точно говорить, опять-таки, там, в парламенте много своих нюансов сейчас, но я думаю, что постараются не затягивать, чтобы не позднее марта проголосовать. А как реально будет, это зависит, опять-таки, от наличия голосов в Верховной Раде, вот, ну, скажем так, от замечаний по законопроекту, там, наверняка, тоже будут какие-то предложения, будут искать какие-то компромиссы, но в любом случае, я думаю, что форсировать не будут, но спешить будут, потому что потребности в этом есть. Но вот я могу точно сказать другое, не по законопроекту, а по самой мобилизации. Одномоментной мобилизации полумиллиона человек не будет. Вот это я могу точно сказать, потому что к этому нет ни финансовой, ни организационной готовности. А вот ускорение и рационализация, оптимизация, текущая мобилизация принятия этого закона, ну, вот цель именно в этом, чтобы можно было каждый месяц надежно, гарантированно призывать там, ну, не меньше 20-25 тысяч человек, а может быть и несколько больше. Владимир Вячеславович, на вокруг этой темы, вот так, если покасательно посмотреть, сегодня разошлось, я не знаю, видели вы или нет, комментарии экс-командира Айдара, военного эксперта, Дикого. Он давал интервью и назвал уклонистов крысами, которые сбиваются в стаи, и тогда против них выйдут ветераны и жестко их зачистят. Ну, если эти уклонисты будут собираться и противодействовать мобилизации, очень не, ну, понятно, он сказал, есть одна проблема, это будет вне правового поля. Зачем шатают ситуацию внутри, в тылу, и почему сталкивают лбами уклонистов каких-то, да, и неких ветеранов? Вот сразу шатают, сталкивают, я иначе оцениваю ситуацию, иначе ее вижу, я не вижу какой-то третьей силы, которая за кулис шатает и сталкивает, сталкивает лбами, нет. Вот я сегодня тоже видел в телеграм-каналах реакцию на выступление, публичное выступление, я так понимаю, где-то в Ютьюбе, да, тоже один из военных командиров, уже не помню. Террабороны, да. Да, да, ну, не знаю, там, террабороны, ну, какой-то бригады, по-моему, да, я сейчас просто не помню уже деталей, конкретики, но, но тоже резко высказался, ну, на мой взгляд, ну, не очень правильно, ну, не то, что не очень, а неправильно высказался, там, глядь, ну, так нельзя. Речь идет о твоих согражданах, и ты должен действовать все-таки в определенных правовых рамках. Но я почему сейчас об этом вспомню, вот как и в случае с Диким, с его высказыванием, это же тоже добрабатывец, это еще ветеран 2014 года, вот про Айдара, специфику Айдара нужно тоже принимать во внимание, он повоевал и в 22-м году Дикий, насколько я знаю. Так вот, здесь нужно учитывать другой фактор, у военных и вот у людей, которые считают, что сейчас главное, все остальное ерунда, главное это война и максимальная мобилизация, для них уклонисты это классовый враг, это почти предатель. Вот это их мировоззрение, они так воспринимают. Да, это эмоциональная позиция, позиция, которая как бы не вписывается в наши нормальные каноны взаимоотношения внутри общества. Она имеет зеркало, получается, что ветеран, который воевал за страну, классовый враг уклониста. Ну, я говорю, что они так воспринимают, не ветеран, а вот ветерана воспринимают уклониста как своего классового врага, чуть ли не как предателя. И отношения у них, это слишком радикальная, слишком поляризованная позиция. Ну, известная дискуссия, я просто сейчас ее просто эскизно напомню, еще там в давние времена, кто не с нами, тот против нас. Реально не так, конечно же. Против вас только тот, кто против вас. А есть масса людей, которые по разным причинам не занимают ни ту, ни другую позицию. И уклонисты тоже разные. Одно дело дезертир, человек, который там сознательно нарушает закон, и тем более там оказывает насилие, в противодействии мобилизации. Тут уже надо применять силу закона тоже. Но закона. Другое дело, человек, который просто боится. Или человек, который, ну, он и понимает, надо бы стране помочь, но вот не готов, психологически не готов. Это вот типичная массовая позиция. И считать такого человека априори предателем и врагом неправильно. С ним надо работать и действовать и в рамках закона, и психологически, тоже, и пропагандистски, а не сразу объявлять его врагом и уклонистом. Поэтому я считаю, что вот это слишком жесткие высказывания, которые, ну, добавляют конфликтности. Но они отражают эмоцию, эмоцию людей, которые на фронте, которые воюют, и которые, ну, устали. Эти люди в тылу. Не, ну, я говорю, они отражают... Ну, смотрите, командир, который говорил, это 118 ТРО по поводу выстрел в колено, этот дикий, вот сейчас они находятся в тылу, и они угрожают в тылу. Послушайте, так вот, я же говорю, они передают настроение. Эти люди, я не знаю лично, ну, Дикого немножко знаю лично, пересекался там пару раз с ним, да, поэтому он воевал, и он связан с людьми, которые воюют, он ретранслирует их настроение. Плюс это люди, ну, как дикие, это люди, которые в состоянии войны с 14-го года, и они так мыслят. По поводу, вот, начальник этой 18-й бригады, я не знаю, я не знаю этого человека, поэтому не могу оценивать, что он такое, да, почему он так говорит. По поводу террабороны, кстати, ну, в принципе, большая часть террабороновцев, я просто знаю конкретные примеры, людей, которых я лично знаю, они, те, кто был в террабороне, они вот в этих так блатных, скажем так, подразделениях, которые тут вот ошиваются в военной форме, но на фронте никогда не были. А реальных террабороновцев отправляли, в том числе и под Харьков, еще в 22-м году. И большинство причем, кто был в террабороне. Сейчас немножко другая ситуация, поэтому я не знаю. Вот человек так говорит, ну, давай сам, покажи пример, вперед на фронт. Я думаю, что это было бы справедливо, вместо таких вот заявлений. Но я противник конфликтных заявлений. Нам не надо начинать войну внутри страны. И да, есть вот ситуация с законом и нарушением закона. Но есть нарушение закона. Выправлять эту ситуацию нужно тоже в рамках закона, а не путем вот таких антиправовых действий, да еще и конфликтных, ну, не просто конфликтных, а насильственных действий. Я противник этого. Но так или иначе, это ретрансляция настроения, которое есть на фронте, у военных, потому что они очень остро ощущают несправедливость. Они воюют за всех, кровь проливают за всех и рискуют своей жизнью. А в тылу кто-то обсуждает, что вы воюете и воюете, да, а это не наше дело. Это неправильно и несправедливо. Поэтому вот тут мировоззренческий конфликт, к сожалению, проявлен очень сильно. И эмоция эта, она проявляется в том числе вот и в тех формах, которые мы обсуждали. Ну, просто понимаете, есть же люди, которые воюют в тылу, борются за страну, проливают кровь. Они, я думаю, не в восторге от людей, которые ходят по тылам и кошмарят гражданских. Нет, ну, да, но даже Зеленский это раскритиковал, и многим это не нравится. Я считаю, что это сама форма такой мобилизации дискредитирует сам процесс. И в том числе есть смысл закона о мобилизации, ну, пока еще законопроекта, в том, чтобы рационализировать этот процесс, чтобы он не происходил в таких уродливых и ненормальных формах. Я в финале хотел бы задать вот такой вопрос. Владимир Вячеславович, а почему мы вот, вот опять-таки, я начинал с материала «Вашингтон-Пост», да, известного, и там кроме там политической или политтехнологической, да, вот, ну, там, дихотомии, да, вот, как бы, заложенной вроде как за мобилизацию, Зеленский вроде как против, и вот... Не-не, можно сразу. Нет, это неправильная дихотомия. Зеленский не против мобилизации. Там вопрос о формате. Сразу одномоментная мобилизация 500 тысяч или мобилизация постепенная, которую переварят государственные машины, в том числе и наши финансовые возможности. Поэтому Зеленский не против мобилизации. Там просто какая история. То есть, Зеленский, вот это, если верить, да, источникам Вашингтон-Пост, говорит, что новый командующий встряхнет и западных партнеров, и, соответственно, общество на войну. Ну, условно, на... Не на войну. Не на войну. Слушайте, война, это факт, война не прекращалась, и нам от войны никуда не деться. Это всем надо понимать. Войну просто так не прекратишь. Нам нужно выстоять, и задача главнокомандующего, нового главнокомандующего, как я понимаю, если вот продолжать эту версию Вашингтон-Пост, не в том, чтобы встряхнуть, да, и напомнить о войне. О войне никто не забывал. Война не прекращалась. Скорее, вот мне кажется, я допускаю, кстати, вот, ну, из того, что я слышал из разных источников, что я уже вам сказал, Зеленский недоволен заложник. Ну, это подтверждают очень многие источники, наверняка это так. Но недоволен в том числе и потому, что он не видит вот этого свежего взгляда, каких-то планов, что делать дальше. Более эффективные действия. Отсюда вот этот запрос Зеленского на более свежий взгляд. Это нужно не нашим партнерам на Западе, а Зеленскому. Зеленскому это нужно для того, чтобы он понимал, ага, я хочу, чтобы вы действовали более эффективно. Я хочу понимать, когда, в какой форме могут быть какие-то наступательные действия. Мы готовы к этому или не готовы? Когда мы сможем перейти к наступательным действиям? Вот я думаю, что запрос Зеленского именно в этом. И он, вот я думаю, что он действительно, именно Зеленский, хочет видеть какое-то другое лицо с более свежим подходом. Что касается западных наших партнеров, я вот, ну и сегодня, и вчера беседую, в том числе, и с зарубежными журналистами на эту тему, потому что тема номер один. И, ну, иногда всплывает тема отношений наших западных партнеров к возможному увольнению или отставке заложного. У нас есть миф, что западные партнеры категорически против. Что чуть ли они, вот все поставили на заложного. Этого нет. Но их беспокоит сам факт. Сам факт напряжения проблем в отношениях между Зеленским и заложным. Вот это точно. Вот это их беспокоит. Вот сегодня, я еще не знаю подробностей, но уже кто-то написал, что Викторий Нулан приехал. Да. Да. Ну, точно это. Ну, визит, наверное, планировался и с другими целями для обсуждения других проблем. Но сейчас главные проблемы на самом деле, я вам скажу. При всем уважении к Валерию Федоровичу и к Владимиру Александровичу, я против их конфликта и лучше бы, если бы они вместе работали. Но главная эта проблема сейчас не в фамилии, командующей вооруженными силами, а в ситуации в США и с американской помощью Украине. Вот где главные проблемы. Я так понимаю, Виктория Нулан должна была обсуждать, ну, как выруливать в этой ситуации, какие возможны варианты, в том числе не публичные, закрытые варианты. Ну, как нам помочь на самом деле, ну, и, наверное, успокоить немножко наше руководство в этом плане и обсудить альтернативные варианты, как действовать. Но сейчас точно еще и вопрос о том, ага, как будет решаться эта проблема. Проблема в отношении между Зеленским и Залужным. Нуланд, предвестница переговоров? Нет. А сейчас ни о каких переговорах речь не идет. К переговорам, чтобы все прекрасно понимали, к переговорам не готова российская сторона. Но российская сторона, Путин едет к Эрдогану говорить о переговорах, о мире в Украине, об этом сообщил Кремль. Подождите, я вам процитирую, да, они говорят о переговорах, Мария Захарова, я не цитирую пустышку информационную в Блумберг, абсолютную информационную пустышку с анонимными источниками, в том числе и анонимным автором публикации. Я всерьез такие информации не воспринимаю. Но, вот я просто процитирую, выступает после Зеленского в Давосе, выступает Мария Захарова, представительница российского МИДа. Она говорит о мирных переговорах, но... предварительные условия, в том числе, главные предварительные условия, Запад должен прекратить военную помощь Украине. Но это нереальные предварительные условия. И если будут выдвигаться предварительные условия, ни о каких мирных переговорах речи не будет идти. Потому что это означало бы, ну, фактически капитуляцию или мир на российских условиях, которые те самые добробатовцы и части армии точно не примут. И значительная часть украинского общества точно не примут. Зеленский, естественно, это не примет. Потому что для него сейчас психологически тяжело. Украинская сторона тоже не готова к переговорам. Зеленский сейчас не готов даже к обсуждению темы, которые через какое-то время придется обсуждать. Я имею в виду прекращение военных действий. Ну, то, что называют замораживание. Я просто не вижу другого выхода. Через какое-то время это будет обсуждаться. А сейчас пока Зеленский к этому не готов. Но Путин скорее запускает эту тему для того, чтобы расколоть западные элиты, чтобы закинуть им такой крючок, мол, давайте. Я готов обсуждать, но вы должны выполнить такие-то, такие-то условия предварительно. Но тут уже начинается проблемное поле. Поэтому я на данный момент готовности к переговорам не вижу с обеих сторон. Тем более, ну, очень очевидно. Российская сторона пытается наступать, пытается взять реванш. Какие переговоры? Они хотят навязать нам, то есть они хотят не мирных переговоров, а навязать нам свои условия мира, которые для нас априори в данный момент неприемлемы. Поэтому сейчас нет. Через какое-то время да. Большинство людей, которые мыслят очень прагматично и исходят из политической логики, как военной, так и международной логики, логики развития ситуации в США, прогнозируют, и я принадлежу к этой же категории, прогнозируют, что реальные переговоры начнутся не раньше конца года. В лучшем случае во второй половине года. Попытки, первые попытки переговоров. Сейчас никакой готовности к переговорам нет. В том числе и США прекрасно понимают. Сейчас Белый дом неоднократно, Кирби об этом говорил, и другие неоднократно говорили, что они не видят никакой готовности к мирным переговорам со стороны России. Поэтому нет. Точно, это просто я понимаю, откуда идет этот вопрос. Многие, кто хочет окончание войны, они желаемое выдают за действительное. Они любой вот такой сигнал воспринимают, ну вот, еще немножко и начнутся мирные переговоры. разочарую, уважаемые господа, товарищи, пановые, да, разочарую вас. Я бы сам хотел, чтобы война быстрее прекратилась. Сейчас нет никаких реальных предпосылок для начала мирных переговоров в ближайшее время. А вот зонтаж ситуации возможен. Но если Путин будет исходить из предварительных условий, ни о каких мирных переговорах в ближайшее время речи идти не будет. Владимир Фиценко был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за ваше время и ваши мысли. Спасибо. Всего доброго. Да, друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.